Пульс от Mail теперь тоже пошел по стопам Яндекс.Дзен. Там появилась возможность размещать свои видео и зарабатывать на них. Дебебилен! 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 О том, как это сделать, какие видео подходят, какие не подходят, какие технические требования предъявляются к этим видео, об этом мы сегодня и поговорим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. В общем, есть у меня подозрение, что недавнее проседание по доходам, сентябрьское, которое произошло у многих авторов на Пульсе, связано как раз с тем, что Пульс какую-то часть бюджета взял и выделил их на видео, то есть, чтобы эти деньги пошли авторам, которые будут создавать видосики. Хотя техническая поддержка и говорила нам всем, что все в порядке, это связано с сезонностью, это связано с конкуренцией. Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Об этом я в одном из своих видео уже рассказывал, в подсказках его прикреплю, посмотрите. Но, тем не менее, не могло так резко появиться такое большое количество авторов, чтобы доходы чуть ли не в два раза просели. Вот, я все же сейчас склоняюсь к версии, что виновата во всем новая функция видео. Хорошо ли это будет или плохо, не знаю. Посмотрим. На Яндекс.Дзен меня видео подбешивают, потому что там размещают всякую чепуху. В принципе, на Пульсе сейчас тоже размещают разные видео. Те, которые мне попадаются в ленте, они больше исторические, но это, возможно, связано с моими интересами на площадке. Вот. Ну что ж, давайте поговорим о том, какие видео подходят для площадки. В принципе, по техническим требованиям там все довольно просто, все понятно. Ничего такого сверхъестественного. То есть, это видеофайлы размером до 5 гигабайт, форматы стандартные AV, MPEG, MP4, 3GP, MOVE, ну и другие популярные форматы. Видео должны быть горизонтальные, ограничений по продолжительности ролика нет. Ширина видео не менее 600 пикселей, высота не менее 300 пикселей. Сами они рекомендуют формат видео 2560 пикселей на 1440. Обложка на видео должна быть не тяжелее 4 мегабайт. С обложкой есть один нюанс. Если Пульс рекомендует на обложке статей такие картинки, где нет никаких надписей, то с видео все по-другому. В видео можно размещать надписи на обложках, которые вы прикрепляете к ним. Собственно, по техническим требованиям все. Что касается размещения видео. Чтобы разместить видео на Пульс, нужна группа ВКонтакте. Скажите, вы хорошо это прикрепили? Не беспокойся, алкаш, не сорвешь. Группа ВКонтакте желательно с вашим сообществом. То есть, скажем, у меня канал про фильмы, значит и ВКонтакте должна быть группа про фильмы. Все, что мне нужно сделать, это связать сообщество с Пульсом. По сути, и тут мейл, и тут мейл. После этого, когда я буду загружать свои видео, эти видео не будут появляться на стене сообщества. Эти видео будут прикрепляться в один из альбомов сообщества. То есть, чтобы его посмотреть, нужно будет зайти в мои видеозаписи в этом сообществе. Со статьями немножко не так. Если вы нажимаете при публикации статьи опубликовать ВКонтакте и в Одноклассниках, то эти записи появляются прямо на стене. Я на самом деле по этому пункту пробовал экспериментировать со статьями. И размещал статьи в Одноклассниках, и ВКонтакте не размещал. Разницы в доходе я существенного не увидел. Что касается самих видео, их содержания. В принципе, можно брать видео со своих каких-то других площадок. Опять же, свои видео со своих площадок. Если вы разместите чужое видео, то, скорее всего, правообладатель это заметит, пожалуется на вас, и площадка будет вынуждена удалить ее и применить к вам санкции. Вот. Ну, тут, в принципе, все понятно. А теперь снимите. Помимо этого, запрещены видео, которые нарушают правила площадки, плюс те, которые нарушают правила площадки ВКонтакте. Запрещены ролики, в которых пропагандируется употребление алкоголя, наркотиков, а также ролики с нецензурной лексикой. Они там приводят целый список тех роликов, которые им по душе. Это познавательные ролики, познавательные обзоры, которые содержат практические рекомендации, развлекательные видео, которые содержат положительные эмоции, кулинарные рецепты и советы по хозяйству, забавные видео про животных, уж эти видео про котиков, собачек, смешные жизненные видео и тревел-влоги. Неожиданно! Оказывается, все не так просто с дневниковыми записями. То есть дневниковые записи нельзя, а дневниковые видео в какой-то степени можно. Но об этом, наверное, стоит отдельно поговорить. Ну и весь контент, который помогает пользователям расширять кругозор. А вот что Пульс не хочет видеть в своей ленте, так это всякие летсплеи, стримы, абстрактные графические видео, пранки и челленджи, то есть это вам не YouTube. Всякие видео, где призывают перейти по ссылке, анонсируют что-либо. Ну и, естественно, целый свод правил, где написано, что эротические видео запрещены, жестокость, войны, политические конфликты, трагические происшествия, шокирующий контент. Это как на Дзене, так и на Пульсе запрещено. Помимо этого, если обращаться к правилам, альтернативная история, псевдонаука, конспирология, то есть если вы размещаете ролики о том, что, скажем, Золотой Орды не существовало, или там, что американцы не летали в космос, то, скорее всего, ваше видео не пройдет проверку, потому что это псевдонаука. Тут даже всякие маги, экстрасенсы, гороскопы, другая псевдонаучная ересь. Также ролики о психологии отношений или национальных особенностях, основанные на стереотипах и обобщениях. Кадры, спекулирующие на страхах и ипохондрии. Токсичные материалы с субъективными высказываниями. Ох уж, Пульс, куда ты пошел? Неужто в сторону Дзена? С его абстрактными формулировками. Мне кажется, здесь нужно немного больше конкретики и определенности. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наша полномочия, все. Ну и еще всякие видео по альтернативной медицине, где рассказаны какие-то факты, которые могут ввести пользователей в заблуждение относительно их заботы о своем здоровье. Собственно, наверное, все. Если хотите подробнее, перейдите по ссылке, посмотрите правила Пульса. Теперь, что касается самого заработка. Да, в видеороликах будет реклама. Здесь не будет такого, как в Яндекс.Дзен, что одни авторы сейчас избранные, они могут получать доход, другие авторы подождите, мы пока этим все заплатим, а вы там не при делах вообще. Вот, такого здесь нет. Реклама в видео будет. Она будет встроена в формате Мидролла. Что такое Мидрол? Это такая реклама, которая прерывает показ видео, вы ее смотрите, а потом продолжаете просмотр. Ну, собственно, почти как на Ютубе. Вернее, даже как на Ютубе. По поводу того, сколько будут платить, пока что ничего неизвестно. Скажем так, на Пульсе сейчас все сделано так, что вы загружаете видео и даже не можете посмотреть, сколько сейчас там показов, просмотров. Ну, по крайней мере, я не нашел. Я внимательно смотрел. Я загрузил два видео уже на два разных канала. Они успешно прошли проверку, но я не могу посмотреть по ним статистику. Оно, наверное, пока и понятно, потому что это бета-версия, которая тестируется. Но, по крайней мере, сейчас видео благополучно попадают в ленту. Показываются они, видимо, исходя из предпочтений самого пользователя, ну, то есть того, который смотрит эту ленту. Видео занимают самое видное место, то есть вы заходите и сразу можете их увидеть. По идее, доход с видео будет суммироваться с доходом от статей, но чтобы оценить то, насколько вырос доход, не вырос доход, помогает ли видео продвижению, не помогает ли продвижению канала, нужно выпускать больше видео. Ну, собственно, мы посмотрим. Как я уже сказал, сейчас, на данный момент, я считаю, что какую-то часть вот этого вот дохода в начале сентября у нас отняли, как раз передав ее видеомейкерам. Че? Все пропало! Все пропало! Дип снимают! Клиент уезжает! И если публиковать видео на канале наравне со статьями, может быть не так часто, то доход должен восстановиться. Но это всего лишь мое предположение. Посмотрим, как оно будет. Ну и сейчас непонятно, испортит ли это нововведение саму площадку. Ну, потому что с Яндекс.Ден все было не так однозначно. Вроде видео были еще куда не шло, но потом появились всякие короткие видео, всякие посты. Надеюсь, пульс не пойдет по этому пути, создавая там все больше и больше никому не нужных каких-то новых функций. Еще ваше видео неплохо было бы добавлять субтитры. То есть, видео начинает проигрываться по умолчанию, но по умолчанию там также выключен звук. И если у вас какой-то видеоряд идет, и хорошо, если у вас есть там закадровый голос, но помимо закадрового голоса некоторые смотрят видео и не могут послушать то, что там говорят. Поэтому субтитры это оптимально. Особенно на таких площадках, как Яндекс.Ден и Пульс. Качественный контент. Мы очень много о нем говорим. И это важно, потому что авторы качественного контента для нас прям настоящие сокровища. Ну вот, собственно, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм. Тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. 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 Продолжение следует...